Друзья, всем привет! Сегодня я прочту 30 стихов о космосе. Но пару слов вступительных хочу сказать о том, что мы написали уже 500, какое-то даже чуть вышли за 500 мы стихов о космосе. Значит, номинировали меня на поэта года. Надеюсь победить. Это в марте следующего года выборы. Ну хотя бы без награды попасть. Потому что награда там книга, а книга у меня уже вышла. Поэтому мне награда не нужна. Вот. Хотя бы просто раз в жизни стать поэтом года. И такая супер у нас поэтесса, такой даже поэт можно так о девушках говорить. В общем, Елена Толинника. Ну какая красивая. Прислала мне свои книги. Вот. Ночь высокого до. С подписью. Вот. Это наша, считай, икона нашей поэзии. Елена Толинника. Мы очень благодарны с напарником. Гордимся этой дружбой. Вот. И еще привет Татьяне Альдури. Тетя Таня, не унывайте. Мы с вами. Значит, а так я хочу прочесть вот такие стишки. Ну, значит, сперва стишок такой. Телевидение было опять. И вот, пока я ждал съемочную группу, я набросал с утра вот такой стишок. Без удивительных историй не представляю РЕН-ТВ. Попал сюда я в передачу на съемках в этом ноябре. И в этот раз в Москве хотели обзор коллекции камней из прилетающих на Землю, что ночи делают светлей. Все объяснил, насколько можно, зачем ведем мы свой канал, про образцы метеоритов, с каким трудом их добывал. И как от космоса влияния нашел дорогу я в поэты. Пятьсот стихов о мироздании. Всем звездам шлют мои приветы. Надеюсь, зрителям по нраву пришелся странный мой рассказ. Народ в Ростове очень гордый, ведь рядом высится Кавказ. Так, и теперь, значит, начинаем два стишка. Первые идут про космонавтов опять. Белые скафандры, лиц улыбки. Космос покоряют добротой. Космонавтов учат без ошибки выполнять работу над землей. Наверху давно им все знакомо. Станции единый механизм. На огромной высоте от дома действует простой патриотизм. Небо не простит любой ошибки. Сотни километров над землей. Космонавт не только там романтик. Он в моих глазах почти герой. В космосе работа и мечта. Риска также в нем всегда хватало. Каждого ведет своя звезда. Только космонавтам одной мало. По орбите, проходя над шаром, В перьях белоснежных облаков, Человек в скафандре отвыкает От привычной тяжести оков. Жить теперь придется между небом, Краем вечной бездны среди звезд И уютным домом на планете, Где осталось столько детских грез. Охотник я, как мой напарник, Свою преследую добычу. Ее рельеф земли скрывает, Процесс охоты необычен. Пятнадцать лет он длится долгих, На складках местности России, А результат приводит многих в восторг. Людей мы поразили. Идем в степях, местах пустынных, Давно по следу павших звезд, Чей вид в руках сияет блеском. Все видят камушек непрост, Как будто свет от них исходит, Из этих странных образцов. И разум в космос наш уходит Для постижения основ. Тунгусский взрыв спустя столетия В уме рождает междометье. Разгадка всех еще волнует, Но кто нам тайну обоснует, Что за объект в тайгу упал, Волной ударной разбросал Деревьев множество стволов, И не выходит из голов. Ученых и простых людей В научном мире нет страстей, Сильнее, чем вот этот взрыв, Где даже долгий перерыв Не вносит ясность в те вопросы, Теории породив запросы. Так называемый технический стих. Звезда, взорвавшись, разбросала Таблицу платиновых спектров. Метеориты к нам послала За миллиарды километров. Давление силу испытав Тем отголоском от сверхновых На землю выпал редкий сплав Из элементов этих новых. Эти в кавычках новые элементы Старше солнечной системы Им 12 миллиардов лет, Но младше других звезд. Чудесные творения неба Обзор коллекций мировых С трудом мы взгляды отрываем От экспонатов неземных. Блестят оплавкой эти камни, Прошедшие огонь и холод. Планет загадки раскрывают, Научно утоляя голод. От них нам веет глубиною Всей грандиозности вселенной, Хоть ненадолго отвлекая Людей от жизни нашей бредной. Луна загадка, спутник ночи, Одета в праздничный наряд. Ей волки воют восхищенно, Не сводят свой тоскливый взгляд. Когда идет по небосводу, По морю катится волна. Поверить сложно, но приливы Планете делает она. Несет поэтам вдохновение. Наверное, тысячи стихов, Посвященные ей как творение Из восхищенных нежных слов. Второй стишок про Сихоте Алини. Чернели кратеры в снегу, Удар с небес косил деревья, Метеорит упал в тайгу, Принес на годы вдохновения. Дремучий лес, хребта от роги, Прославил весь приморский край. Там землю истоптали ноги, Собрав осколков урожай. Железо каждый грамм искали, Забрали только тридцать тонн. Из тех, что в эту землю пали, Тогда в году сорок седьмом. Пустота холодна, В ней парит темный камень, Подлетая все ближе к орбите земли. Гравитация скоро его мощно потянет, Рухнет с неба он вниз, Чтоб найти мы смогли. Время двигает мир, Лет прошли миллионы, Продолжая падение окнам обломков с небес. Космос любит играть Каждой ночью огнями, Ведь горение камня – Красивейший процесс. Огненный след, оставляющий камень, Пришелец из бездны и ее глубины, Летящий на землю небесный посланец, Всегда это было, Здесь нет новизны. Но видишь, когда ты упавшие звезды, Их держишь в руках, поднимая с трудом, То мир постигаешь, который не познан, Космос огромен, Бесконечен наш дом. Непостижимой пустоты Границ пространственных не видно, Преграды есть лишь на земле, В умах научных это стыдно. Вверху масштаб громады неба, Бескрайность замыкает вечность, Но на планете, вот же странно, Идущих циклов быстротечность. У всех людей предназначение Для воплощения в делах. Красиво жизни завершение В не зря потраченных годах. С огнем, летящим сверху, Приходит черный камень. Все время на планету Слетает с неба пламень. До этого кружился он в хороводе звезд, В пустом холодном месте Из самых странных грез. Все темное пространство Уходит в бесконечность. Границы лишь в науке Нас окружает вечность. Ночь темна, кругом все тихо, Вдруг над полем вспыхнул свет. Одинокий камень с неба Пролетев оставил след. Утром мы пойдем на поиск, Долго не могли уснуть, Ведь должны звезды кусочек Мы в коллекцию вернуть. Вот лежит уже холодный, Камень черный, неземной, Обретет теперь на кухне У меня он свой покой. Походные тропы Всей жизни дороги Мы топчем ботинками, Сбивая в кровь ноги. Туризм развиваем, Живем небогато, Берем только камни, Вот наша зарплата. Зато есть романтика, Встречи, общение, Для рифмы стихов Я нашел вдохновение. По звездам идем, Так не сбиться с пути, Еще очень много Должны мы пройти. Чужие земли и планеты Все время жаждем мы открыть, Ногами, чтоб людей в скафандре Могли свой путь в них проложить. Что будет там, нам неизвестно, Хотя серьезней нет вопроса. Романтика везде витает, А на нее хватает спроса. Я, если мог, бы записался В те колонисты-пионеры, Но только кто нас всех отправит И где подобные примеры. Идеальное небо, Вниз идет звездный дождь, Мониту это стрелы, Кинул с неба их вождь. Они быстро летели, Ярким цветом горя, И всю ночь освещали, Но помешала заря. Это был жарким августом, Персеидов поток, Из кометы Свифт-Таттл, Вот оттуда исток. Башкирский город, Поздний вечер, Май месяц, девяностый год, Вдруг появился свет над полем, И напугал вокруг народ. Потом звенели стекла в окнах, От взрыва дрогнула земля, Образовался крупный кратер, Испортив вид на те поля. Болит был мощный, Очень быстрый, Железный, яркий и большой. Таких падений в мире мало, Стерлитомак один такой. Звезды не только мерцают вдали, Они падают ночью, Еще до зари. Если ты заприметишь, Где влип в шар огня, Подойди туда сам, Не смотри на меня. Там лежать будет камень, Он горячий оплавлен, В мире каждый музей Вот такими заставлен. Несмотря на ожоги, Его смело бери, Пусть не ради науки, Но скорее вопреки. Пожалуй, самой удивительной планетой, С магнитосферой, Необычной кольцом, Уран явился гершелем открытый, Хоть не был композитор тот спецом. Шар изо льда и камня с аммиаком, Холодным быстро стал, Насколько мог. Он движется, Как хочет по орбите, Вращается почти как колобок. В зеленой атмосфере только газы, Какими человеку не дышать. Зато магнитных полюса четыре, Так список можно долго продолжать. Пустынный ландшафт Мне точно по нраву, Чем лес или поле с зеленой травой. Нужны нам обломки, Что вниз попадают. Их тянет, вращаясь, Наш шар голубой. Они так несутся, Горя словно факел. Их слой атмосферы пытается сжечь. И если бы взялся случайный свидетель, За камень, Как будто потрогал он печь. Потом остывающий черный булыжник Начинает манить всех своей красотой. Такая находка достойна музея, И в нем навсегда он найдет свой покой. Из вселенной быстрее ракеты Залетают в систему кометы, Длинный хвост, Извергающий плазму, Привести может к нервному спазму. Люди, видя пугающий свет, Называли их вестником бед. Но в ядре место есть только газу, Пыль во льду, Вот что будет там сразу. Остальное лишь игры ума, Предрассудки для нас, как тюрьма. Летит-болит по небу ночью И освещает все, как днем. Такое редко происходит, Причем всегда, когда не ждем. Размер имеет тут значение, Ведь будет больше перерыв, Когда из космоса каменья Хотят идти к нам на прорыв. Хоть это зрелище красиво, Но происходит, где попало. А люди говорят, тут просто. Вон, посмотри, звезда упала. В русле ручья, Притоки реки, Удивленный геолог намочил сапоги. Он увидел железо у самой воды, Понял, космос оставил когда-то следы. Это был самый первый осколок сеймчан, Остальные красавцы в коллекциях стран. Полосит превосходный упал на ледник, Потому в местный грунт глубоко не проник. Его поиск ведется каждый сезон. Результаты в музеях всего 30 тонн. Падение с небес порой бывает Сто лет назад, но слух не утихает. Десяток тонн упало в область Волгограда, За образец была объявлена награда. Но не нашли, и время быстро пролетело. В 80-й год настал другое дело, Когда решил колхоз поля кругом пахать. Под трактор стали камни попадать. Людской тут быстро проявился интерес. Находки первые ускорили процесс. Позвал Никифоров спецов на целину. Метеорит царев стал прославлять страну. Вечная тьма была бы без звезд. Вселенная змей, закусившей свой хвост. И у этой рептилии множество глаз. Очень ясные ночи они смотрят на нас. Мне хочется слушать наш космос как море. Но в нем тишина, ее не будет лишь в споре. А дело все в воздухе, когда его нет, То звуки не сможет проводить только свет. Все звезды не слышно, но ярко горят. Вокруг них обломки планеты летят. А там вдалеке полыхнул взрыв нейтронный. Но тоже без шума, вакуум ведь полный. Пишу сейчас стихи о мире, Чья вечность дань не просто слову. Его бескрайность как основу Не хватит осознать и жизни. В разлитом океане небо, Где звезды светятся во тьме, Вся бесконечность и единство Людей включает на земле. Вы знали, что камни умеют летать? А как нам иначе их было достать? Ведь все образцы, что на полках стоят, Попасть к нам на землю непременно хотят. И вниз летят ярко, красиво, со вспышкой, А мы собираем иногда с передышкой. И так вот проходит четырнадцать лет, И мною в стихах уже космос воспет. Остановиться нельзя, не хотим и не можем, Лишь в коллекцию камней отбираются строже. И последнее, друзья. Увлекся миром я нездешним, Давно мой разум между звезд, А на земле лишь телом грешным. Как долго буду? Вот вопрос. Пока влекут походы вдаль, На поиск неземных камней, Мне тратить времени не жаль, Моя из подлинных страстей. Ну что, Сочиняйте тоже стихи, О космосе тоже было бы неплохо, Если сможете. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok